Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадная, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Итак, психосоматика. Как одно из направлений в современной психологии, она говорит о связи души и тела человека, то есть о том, как психологическое состояние человека влияет на его физическое здоровье. Возможно, именно этот факт мешает и говорит о том, что многие привыкли думать, что психосоматика – это всегда болезнь и ее психологические причины. Но это далеко не так. На этом возможности психосоматики не исчерпываются, потому что она охватывает все сферы нашей жизни и объясняет любые проблемы, с которыми приходится сталкиваться человеку. Итак, сегодня мы поговорим о психосоматике взаимоотношений. И у нас в гостях психосоматический терапевт Анна Серебрякова. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Действительно, все привыкли думать, как наше психологическое состояние влияет на наше здоровье. И если мы действуем неправильно, то это обязательно приводит к болезни или даже к смерти. Это такая крайняя мера. Но возможности психосоматики, я знаю, что они гораздо глубже и интереснее, шире. И, по идее, любая проблема, с которой сталкиваемся мы в своей жизни, то есть это тоже психосоматика. Да, конечно. Хотелось бы сегодня узнать, как это действует, как это возникает в нашей жизни. Конечно, вы правильно сказали, что многие думают, что психосоматика – это именно уже болезнь. То есть у нас что-то болит, как бы, да, кто-то идет к врачам, кто-то идет к психологам, обращается, и либо так, либо так лечат, пытаются это вылечить. На самом деле психосоматика – это все. Это все. Это полное наше взаимодействие с миром на уровнях психики, мозга и тела, естественно. И поэтому не надо затягивать до каких-то проявлений физических. Уже можно это сделать заранее, всего лишь узнав правду своего тела. Потому что наверняка вы слышали, или знали, или знаете, или чувствуете, как ваше тело отзывается на то или иное событие, на того либо иного человека. Так вот, оно всегда право. То есть единственное, что мы не умеем его слушать. И я людей, которые ко мне приходят за помощью, я учу именно этому – слушать свое тело и доверять ему, и во всем с ним соглашаться, потому что оно никогда не обманывает и ведет вас туда, куда, где вас ждет счастье и удовольствие. И радость, и здоровье. Это, конечно, здорово, но вы сегодня, надеюсь, нам расскажете, как слушать свое тело. Потому что, на мой взгляд, это одна из серьезных проблем современного человека. Потому что времени на это не хватает. Мы заглушаем какие-то сигналы нашего тела своими мыслями, суетой, работой, чем угодно. И как-то можно слушать кого угодно. Да, вы правы. Там послушать начальника, послушать умного человека, но только не свое тело. Это вообще очень странно, мне кажется, для современного человека. И в этом наша ошибка. На самом деле ошибок нет, все правильно. И если вам надо слушать, вы слушаете. Супер. Просто важно, какие выводы из этого делаете. Спрашиваете ли вы у себя, либо у этого человека, который вам что-то говорит и делает как-то. Обвиняете ли вы его, либо спрашиваете, как вам. Я всегда прошу людей, прошу друзей, родителей, детей спрашивать, как им в отношениях, как им в коммуникации, в какой-то. Как они себя чувствуют. Как они себя чувствуют, конечно. Тогда они узнают правду. То есть если вас что-то зацепило, если вы как-то отреагировали эмоционально на что-то, на какой-то поступок, слово, ситуацию, все что угодно. Всегда спросите, как мне. Можете подойти, не знаю, к зеркалу, как хотите. Просто спросите, как мне от этого. И тогда вы узнаете правду. Ну, конечно же, самому очень сложно ответить на этот вопрос. Потому что мы всегда, ну, всегда свое вот это такое неприятное ощущение, свою какую-то травму, мы ее всегда защищаем. Поэтому сами мы вряд ли себе признаемся. Поэтому мы начинаем обвинять кого-то. Мы начинаем спрашивать много советов. Мы начинаем много говорить. Мы начинаем себя оправдывать, себя же. Мы набираемся огромного количества знаний из книжек, из общений, из кучи курсов различного характера. На тренинги ходим, просто толпы туда ходят. Проблема в том, что никто не выносит оттуда вопрос, как мне, почему со мной это происходит. Вот это самая большая проблема. Поэтому я всех призываю, конечно же, спрашивать у себя, как вам всегда. Получается, что нужно для этого вопроса отводить время всегда. Там, сходил на беседу с начальником, вышел, нужно себя спросить, как мне. Правильно? Желательно, да. Желательно, да. Всегда, я всегда говорю, что самая здоровая реакция – это любовь и благодарность. Самая здоровая. Если что-то не так, почему мне не так? Ответить на этот вопрос. Но тут нужен большой профессионализм, собранность и сила воли, честность. На самом деле, сила такая должна быть, чтобы ответить себе честно, что это что-то со мной не так, что-то во мне такое, что провоцирует отношение мира, отношение людей ко мне, вот такое, именно какое есть. И на самом деле, я сейчас не несчастная, я сейчас не обиженная, а мне просто показали, что надо пройти, с чем надо согласиться, с чем надо поработать, чтобы стать лучше. Вот и всё. Поэтому всему радуемся. То есть получается, что, ну, все мы ленивы, что уж говорить. И нам очень хочется иметь, как я так говорю, волшебную таблетку, чтобы перед сном её выпить, а утром встать уже, никакой проблемы, и всё замечательно, и всё хорошо. И, конечно же, каждый очень склонен обвинять в том, что происходит с ним в жизни, не знаю, судьбу, как мы говорим, да, кто-то называет это кармой, кто-то обвиняет в этом окружающих, что там плохие коллеги по работе, не та семья, не тот город, не тот дом и так далее. Точно, точно. Не та страна, не то правительство. Получается, что в чём как бы заключается основа психосоматики в данном случае? Что кто виноват? А на вопрос, что делать, я думаю, что вы нам сегодня ответите. Да, что делать, я обязательно отвечу. А кто виноват, всегда вы, всегда ваша реакция. То есть всегда виноват сам человек? Всегда виноват сам человек, конечно, он для чего-то в этой ситуации. Поэтому чем быстрее вы себе в этом признаетесь, тем быстрее вы сможете решить этот вопрос, тем быстрее вы сможете вылезти из этого порочного круга. Вот и всё, и не проходить одни и те же ситуации заново. Анна, но человек не любит быть виноватым. Не любит. Ну, не любит, вот так вот, не любит. Что с этим делать? Придётся, придётся. Ну, тогда вот как есть. Тогда будут проблемы. Кто-то счастлив, кто-то здоров, кто-то движется вперёд, заводит новые, лучшие отношения, не знаю, встречает классных людей, успешных, сам становится успешным. Всё в его жизни складывается как с волшебной палочкой, да, просто потому что он всему говорит «да». А кто-то жалуется, но это обвиняет. Не проблема, если можно так, можно так, как хотите, это ваш выбор. То есть получается, что человек по законам психосоматики, да, и вообще по законам нашей жизни, действительно сам хозяин своей судьбы, мы можем вспомнить наших классиков, которые об этом писали. И другое дело, что вкладывать в эти слова. И как ты сам захочешь сложить свою жизнь, так и будет. Но мы очень часто, как вы правильно сказали, склонны обвинять в этом. Нам легче кого-то обвинить в том, что у нас что-то не получается, чем переложить это на себя. Это так. Но вы тут и правы, и правы. Хозяин своей судьбы, безусловно, человек. Но я тоже призываю вас, чтобы вы не то, что были хозяинами своей судьбы, а просто были в моменте, были здесь сейчас, как это там уже заезженная пусть фраза, просто ее много говорят, много читают, много пишут о ней, но никто ее не чувствует. Да. То есть здесь сейчас у вас нет проблем, у вас нет как бы как таковой судьбы, у вас есть сейчас. Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем друг с другом, и у нас все прекрасно. Нам не нужно ничего планировать, нам не нужно ни о чем задумываться, нам не нужно получать никакое напряжение, чтобы его реализовать. У нас все ясно, все прозрачно, все понятно. Поэтому мы не думаем о завтра, мы с вами максимально наполняем нашу сегодняшнюю встречу, наше сегодняшнее общение. И то, насколько нам хорошо. Насколько нам хорошо, и это взаимное. То есть я вам больше не дам, чтобы вам было комфортно. И вы, и также это взаимная коммуникация. Когда психосоматика возникает, когда у нас есть какое-то, скажем так, психосоматика в плане напряжения в теле, просто мы его не чувствуем, так как мы немножко улетели здесь сейчас, да, мы мыслями думаем о том, о сём, о завтра, о вчера, о детях, о мужьях, там, не знаю, обо всём, только не о себе, только не о себе сейчас. Тогда у нас возникает напряжение, которое нам хочется реализовать. И мы уже улетели здесь сейчас. У нас уже произошло напряжение в теле, и мы идём его реализовывать. И вместо того, чтобы быть в моменте и наслаждаться, и каждый день, не знаю, каждый шаг свой наполнять максимально, мы забыли про это, и мы побежали реализовывать своё напряжение. И это невозможно сделать, это путь в никуда. Вы не реализуете его никогда. То есть у вас следующее будет, следующее, следующее. Не будет удовлетворения никогда, к сожалению. Слушайте, это просто какая-то совершенно другая даже система жизни, я так понимаю. Абсолютно. Которая, наверное, присуща детям, когда они маленькие. Вот сейчас вы на 100% правы. Детям, да, да. Можно поговорить сейчас же, там, понять тему деток. Да, однозначно, конечно, детки рождаются, и у них всё ясно, всё прозрачно, всё понятно, как только что мы его с вами сказали. Для них нету плохо и хорошо, для них всё интересно, всё вот какое-то новое, необычное, непонятное. И они здесь и сейчас. И они абсолютно здесь сейчас, они изучают этот мир, и они ничего не планируют, просто живут. Но тут появляются невыросшие взрослые, взрослые, по-хорошему, которые должны быть взрослыми, но они не выросли, и они родили деток, и вот... Оставшись сами детьми. Оставшись сами детьми. Вы практикующий психолог. Да. Вот, если говорить об актуальности этого вопроса, вот на сегодняшний день, с какими проблемами к вам приходят люди, и какую роль в них играет, скажем так, психосоматика? Я снова повторю, что психосоматика – это не только, это не болезнь, это не то, что вы уже там во что-то заболело, отвалилось, или приросло, или ещё что-то с вами выпало. Нет, это напряжение в теле. То есть наше тело формируется. То есть если вы приходите, к примеру, к массажисту, да, и вот вам начинает тело мять, и вам где-то здесь больно, там больно, здесь больно, это же всё тема, ваше тело уже сформировалось. То есть, грубо говоря, вы ко мне пришли на каком-то этапе своей жизни уже со сформированным вашим физическим телом, да, но вот эти темы, они в теле отражены. Сейчас я с вами здесь сейчас начинаю работать, ну, там, на актуальные ваши темы на данный момент. И остальные подтягиваются постепенно, постепенно подтягиваются, поэтому приходят с разными вопросами. С вопросами, там, естественно, детско-родительских отношений, любовных отношений, бизнес-отношений, ну, всё. Вот в основном, конечно, все знают, что корни все из детства так и есть, потому что, ну, мы приходим в этот мир, снова повторюсь, прекрасными, счастливыми, чистыми, да, чистый лист, и потом нам что-то рассказывают, что неконгруентно с нашим состоянием. Мы удивлены, как так, а неконгруентно, потому что тот, кто рассказывает, он врет. Он чувствует одно, говорит другое. Мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть для кого-то, для кого-то. Всегда вопрос, зачем? Ну, зачем тебе это? Зачем тебе казаться лучше, чем ты есть? Ты такой, какой есть, ты прекрасен. Для того, чтобы нравиться другим, потому что есть окружение, есть социум, да, есть ближайшее окружение, там, не знаю, родители, близкие люди. И происходят, наверное, вот эти искажения, да? Абсолютно. И социум-то он весь вас. То есть вы же смотрите на него и свой мир. Поэтому можете посмотреть на радостный социум, можете, вернее, увидеть, можете радостный социум, можете увидеть обвиняющий социум, или там какой-то злой, или агрессивный, или, да, вариантов просто бесчисленные множества. Как вы захотите, так и будет, честное слово. Как вот вы, какой у вас социум есть, вот здесь у вас, вот там вот, такой он вот здесь вот вокруг и будет. То есть получается, то, что внутри, то и снаружи, да, как гласит известная поговорка. Тоже прописная истина, да. Что же тогда происходит? Получается, что каждый из нас, начиная с момента своего рождения, ну, конечно, сначала при помощи близких людей, родителей, мама, папа, бабушка, дедушка, может быть, там, сёстры и братья, сам выстраивает свою жизнь, и сам её либо делает лучше, либо хуже. Это вы сейчас идеальный вариант прописали. Если бы он сам выстраивал свою жизнь, это было бы просто супер, просто это подарок. Ну, кому-то же получается, Анна. Ну, как бы, ну, кого-то получается, кому-то повезло, но таких практически, ну, практически нет, к сожалению. Мы бы хотели выстраивать свою жизнь. Мы пришли в этот мир, чтобы выстраивать свою жизнь сами. Но нам не дают это сделать. Почему? Вот у меня этот вопрос, вот, к каждому специалисту, к каждому психологу, который приходит сюда. Если человек рождён для счастья, да, как получается, и даже и по психосоматике, и такие прописные истины, то почему, кто нам не даёт счастливой жизни? Ну, мы просто, просто те, кто здесь уже живут, они не знают, что они сюда пришли для счастья. Они просто забыли об этом. И каждый последующий об этом... Почему человек забывает это? Почему? Потому что... Кому выгодно, чтобы человек жил несчастливо? Кому? Ну, это такой глобальный вопрос. Наверное, сегодня мы его вряд ли раскроем. Может быть, там, система, я не знаю. Ну, то есть, у меня как бы нет ответа на этот вопрос. Я на то, кому это выгодно. Кому-то, наверное, выгодно. Это мы сюда, давайте туда не полезем, в эти дебри. Потому что сейчас можно уйти очень далеко, высоко или глубоко, я не знаю. Но то, что ребёнок рождается... Я говорю, я всегда привожу пример. Вот человек родился, вот этот чистенький, свободный, счастливый, абсолютно ангелочек. Да, они же детишки до какого-то прям, да, они ангелы. И его встречает другой, как бы взрослый человек, в кавычках, который прожил здесь 30 лет. И ребёнок такой рождается, смотрит на этот мир, хлопает глазками, а этот человечек ему такой, подожди, я сейчас тебе расскажу, как надо жить. То есть, он у него не спрашивает, а что ты хочешь, а куда ты хочешь пойти, а чем ты хочешь заниматься, а тебе нравится это или не нравится, а как тебе от этого. Нет, он рассказывает свою правду, он рассказывает свою картинку мира, своё отношение к этому миру, свои ценности привносит. Зачем? То есть, этот человечек вам... Чтобы оберечь ребёнка, да? Да, да, вы правы, всегда это как бы делается из лучших намерений. То есть, я же в этом не... Но мы не учим такому примеру. То есть, ребёнок абсолютно чувствует правду. Как я в терапии, когда человек ко мне приходит, и я пустая с человеком, я знаю его правду. Ну, меня не обманешь, я знаю его правду. Да, я с ним в раппорте это называется. Поэтому не проблема. Мне его правда любая нужна. Мне важно, чтобы он улыбался этой правде, расслаблялся. Тогда я ему об этой правде расскажу. И скажу, что вот это всё не... То, что тебе внушили, то, что ты знаешь, это их. Оставь им это. Ты хочешь по-другому. То есть, я его возвращаю в его детское состояние. Когда он знает себя чистым, абсолютно. И то, каким он хочет быть. И таким образом, как бы... Родители, конечно, всегда это делают из лучших побуждений. Они хотят лучшего своего ребёнка. Они хотят, чтобы он добился того-то. Но штука-то в том состоит, что они себе это... Они что-то не доделали. Они что-то не добились. Они что-то не реализовали. Что-то кому-то не доказали. И они из своего напряжения делают... Передают это напряжение своему ребёнку. Вместо того, чтобы разрешить ему быть любым. Но они же себе не позволяют. Там же скажут мама, папа, друзья, подруги. Не знаю. Да мало ли кто. И человеку всегда есть до этого дело. Хотя остальные люди занимаются так же своими делами. Представляете? Каждый думает о том, что думает другое. Тот думает о том. И это такая путаница. И никто не думает о себе. И никто не думает о себе. Да. И получается. И начинается психосоматика. Потому что твоё тело хочет расслабиться. Хочет почувствовать себя так. Но ты же думаешь, что тебя так оценят. Что тебе вот это не дадут. Или про тебя то скажут. Или ещё что-то произойдёт. Соответственно, ты начинаешь быть не собой. Когда ты не собой, ты не проживаешь свою жизнь. Всё на этом закончится. А возможно ли в современном обществе вообще быть человеком собой? Возможно. Возможно. Вы делаете своё общество в любом случае. Вы его видите таким, какие вы. Поэтому общество просто поменяется. Наверное, мне кажется, люди боятся таких экспериментов. Потому что они подумают, как вот если я изменю себя, как я могу потерять работу. А на меня начнут смотреть не такими глазами. Да, супер. Я потеряю друзей. А у меня так всё привычно и хорошо, и вроде всё стабильно. Зачем? Всегда вопрос. Дай как хочешь. Вот как хочешь. Действительно. Такой простой вопрос и такой... Да, всегда ваш выбор. Когда есть вопрос... Такой спокойный, да как хочешь. Как хочешь. Вот как ты хочешь, так и будет. Так и будет, абсолютно. Абсолютно. Если вы о чём-то разговариваете, о чём-то спрашиваете, значит, у вас есть вопрос. Если у вас есть вопрос, значит, у вас есть страх. Человек, у которого нет страха, у него нет вопроса, он просто идёт и делает. У него не важен результат. У него не задаётся вопросом. Таких людей называют замкнутыми, необщительными. Это называют замкнутые, необщительные люди. Да, социум меняется, безусловно. Вы выходите из своего круга, обязательно так происходит. Их не любят, таких людей. Не любят, потому что они чувствуют, во-первых, силу и чувствуют, что человек свободный. И, конечно, тебе и хочется туда, этому человеку, и тебе страшно, и ты понимаешь, какой ты должен проделать путь, чтобы оказаться в таком состоянии. В терапии это происходит, то есть можно с человеком, я просто иногда сажусь с человеком, смотрю ему в глазки, и могу больше ничего не делать. Я просто даю ему определенное состояние. И он уходит в мое расслабление со мной в рапорте, со мной в этой коммуникации, и он начинает понимать, какой он, чувствует, какой он. И тогда текут слезы, потому что выходит напряжение, потому что человек расслабляется. И он понимает, сколько всего он теряет. Ну, конечно, я говорю, что таких людей отчасти могут считать белыми воронами, отчасти, хотя, то есть вы, я так понимаю, что находитесь в этом состоянии, но вы абсолютно не белая ворона. Вообще абсолютно. Вы абсолютно общительный, прекрасный, замечательный человек. То есть можно быть, оставаться абсолютно нормальным, общительным, симпатичным, милым человеком и поменять себя внутри, скажем так. Честно, психолог таким, Татьяна, и должен быть. Да, вы же должны нас приводить в чувства, скажем так, возвращать к самим себе. Да, мне недавно сказали, что ты не простая, я как раз, наоборот, простая. Куда проще, все просто, не надо усложнять, все просто. Да, слушая вас, понимаю, что действительно все очень просто, понятно, спокойно, умиротворенно, я бы сказала. И да, хочется это привнести как бы в свою жизнь тоже. Хорошо. Каким образом, как действует механизм психосоматики? Вот как он зарождается в человеке? Вот мы уже немножко начали об этом говорить, вот человек рождается, да? То есть, какой путь проходит, как мы сами себе, не знаю, портим, получается, да? Да, сейчас ты запрошу. Сами себе портим свою жизнь. Или сами себе создаем проблемы. Потому что у кого-то более-менее неплохо получается, да, так, более-менее ровная жизнь. У кого-то жизнь, сплошные американские горки вниз-вверх, да? Ох, люблю. У кого-то тихо, спокойно, настолько ровно, что кажется человеку пройти по жизни, не помяв травы, да, как говорят святые. То есть, у каждого по-своему. У кого-то полоска белая, полоска чёрная. Это всё нормально, правда. Всё нормально, всё меняется, никто. И у меня так же. То есть, бывает так, так, так. То есть, я знаю своё состояние, я его держу, я его меняю в зависимости от ситуации и всё остальное. Но у меня тоже по-разному бывает. Я тоже и где-то могу загрустить, это нормально. Мы не живём в вакууме каком-то. Мы выходим в мир и общаемся. И вокруг много чего происходит. Но, как вы спросили, как зарождается механизм вот этот психосоматики, да, психосоматический. А на самом деле, чем больше общаешься с людьми в плане терапии, чем больше наблюдаешь за теми цепочками, которые психика выстраивает, вот это взаимодействие психика, мозг и тело, как он выстраивает. И каждый раз ты поражаешься креативностью. То есть, детективы, сценаристы, неважно, вот ваши коллеги, все они отдыхают. Потому что психика, она бесподобна. То есть, она творит такие ходы, в которых ты погружаешься, и ты не можешь поверить, как можно было это связать. Как можно было эти взаимосвязи связать. Почему не отреагировать так? Нет, а человеку важно отреагировать по-другому. То есть, к примеру, две ситуации, да, два мальчика живут, их воспитывает мама. К примеру, да, вот они без отца. То есть, таких примеров масса. И, ну, у каждого, то есть, грубо говоря, старт один, а итог у разный. У одного один добился всего, реализовался как мужчина, как бизнесмен. Для мужчин очень важно реализоваться, да, там материальный достаток, такие вещи. А другой, другой вот сидит в комнате, не выходит, не знаю, в погружении в своем, грустный, печальный, больной и тому подобное. И как бы по психосоматике оба не совсем здоровы. Ну, то есть, у одного и у второго напряжение. Просто напряжение ты сыграла у каждого свою, у кого-то в плохую, да? У кого-то в плюс, у кого-то в минус. Да, спасибо, Татьяна. Либо в плюс, либо в минус. И тут момент, какое реагирование выбрала психика. То есть, у того, который добился всего, выбрала. Я не сдамся, я крутой, я могу, я сейчас всем докажу. И он доказал. Но потом такие люди обычно приходят в терапию, потому что они уже все сделали, они уже все-всем доказали, они все заработали себе средством для того, чтобы качественно прожить, ну, там, жить эту жизнь, да? И они приходят, чтобы снять это напряжение. То есть, им хочется просто легкости, счастья, жить здесь сейчас и больше никуда не носиться. Все, они все уже прибежали. А второй ушел в минус. То есть, он так и, он грустит от того, что мама не додала ему любви. Он все эти годы, он просит этой любви, он просит вот этого, ну, вот этого тепла, слов, что ты самый лучший, что ты там настоящий мужчина, вот этих вещей. И, соответственно, он так и просидел в ожидании. Но он ничего не сделал. Да, ну, у нас душа просит того, что сейчас будет реклама, поэтому я думаю, что мы через несколько минут продолжим наш разговор. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь. Сегодня мы говорим об очень интересной теме психосоматики отношений. У нас в гостях Анна Серебрякова. Встретимся через несколько минут.